приветствую дорогие братья и сестры с воскресным днем с малой пасхой вас добрый вечер кто-то у нас зашел от проекта приветствую батюшки дорогие кто не знает проекта зашел но я очень рад что вы зашли сегодня мы с вами читали два иванские чтения во время службы но одно наверное более может быть если можно так сказать интересное сегодня мы вспоминаем как господь пообщавшись с народом и вообще скажите пожалуйста мне хорошо или не хорошо слышно если хорошо чтобы я сразу понял что уже все хорошо слышно и не отвлекался на какие-то технические моменты нажимайте пожалуйста там лайки сердечки если все хорошо слышно все я вижу спасибо вас и благодарю значит господь пообщавшись с народом как я уже сказал он захотел уединиться и восходит на гору чаще всего это гора или омская где господь часто проповедовал или еще называется масленичная гора почему-то потому что там маслины выращивали господь не сподоба побывать на этом месте конечно это уже другие постройки но тем не менее тоже как бы присутствует там маслины вот народ народ вернее ученики садятся в корабль и плывут и вот мы читаем и в четвертую стражу это ближе к труток на скорее всего они видят как человек идет по водам ветер как бы все-таки дует и волны вариант как бы корабль как мы читаем да и что мы читаем что мы слышим что ученики говорят ученики говорят что это призрак на что господь им горит это я чтобы подтвердить слова христа ученики говорят но если ты повели нам идти к тебе могут идите один из самых смелых среди них оказывается пётр который выходит из воды и идет по волнам к господу и вот тут задул сильный ветер и он начинает тонуть господь подходит к нему протягивает руку и говорит по что ты засомневался почему ты засомневался и заходит вместе с ним в корабль и все констатирует факт чего многие иноверцы отрицают и не приздают в христе сына божий они говорят ты воистину сын божий почему это иванское чтение для нас столь значимо то есть господь покажу показывает свое всемогущество он ходит по водам и вообще даже где-то я видел фотографию что вот именно ну предположительно где христос шел то вот в этом месте как бы вот прям как тропиночка на воде идет которая без волнника они колеблется вот поэтому это иванские чтение назначим что уже при жизни ученики признают ним христа это первый момент второй момент что господу все возможное второе третье мать очень тоже важный что господь не оставляет петра и также каждого как из нас и мы не падаем в пропасть и господь через покаяние дает возможность нам стать вот такое у нас сегодня с иванское чтение конечно его можно более расширить она очень значимо во многих вещах но опять таки вот тоже возникает вопрос ученики говорят это призрак что получается видели призраков хотя чего удивительно если господь из марии магдалины из других вы изгонял бесов но без может принять разный вид как и призрака так того или иного святого поэтому ничего удивительного ну что мои родные давайте начнем общаться отвечать на вопросы если у вас таковые есть заводовать если нет то я тут открою шпаргалочку я сижу у компьютера и тут в течение недели вопросы задавали так ну начнем добрый вечер всем добрый вечер тихо слышно но постараюсь громче говорить у меня гарнитуры нету но постараюсь громче говорить так бачка как побороть грех ходить как побороть грех ходить на исповедь согреши согрешил подскажите но по логике навер οποика ходите на исповедь и все равно согрешаете и вопрос как дальше ходить на исповедь и всего всего сегодня geser же все равно согрешает и надеюсь так если не так сергей вы уточните пожалуйста вообще нужно понимать что такое грех грех это рано это рано для души которые нас отдаляет от господа которая мучает нашу душу потому что человек без бога по логике он получается безбожник то есть без бога я думаю что безусловно все грехи сразу победить невозможно надо начать с малым как господь говорит уверен в мало тот верен и великом поэтому я думаю что нужно начать с малого и ну хотя бы что-то легкое но совсем легкая но допустим не отвечать но женщина часто задают что делать если муж бурчит но не отвечайте на его бурчание чаще всего про молчание более эффективное чем какая-то ораторская проповедь поэтому порой промолчать когда ему и он не видит вашей реакции ваших нервов он и успокоиться так и наоборот если промолчать когда женщина и суть его не суть важна супруга бурчит ее что-то не устраивать сказать все хорошо моя родная пошел успокойся тогда поговорим то есть это вот так и здесь начать самого малого чтобы понять насколько вам хватит сил но при всем этом безусловно нужно молиться потому что без бога не до порога и мы прилагаемся усилия чтобы господь подкрепил нас потому что грех это рана которая гложет нашу душу а вообще есть еще такое выражение болит душа болит и тело поэтому начать с малого самый маленький найдите и попробуйте его победить добрый вечер добрый вечер отец константин этот раз ляться только вог на ю тубе нет нет на ю тубе ее нет у меня рестрима нету я предполагаю что это отец антони пишет скорее всего или отец сергий вот на ю тубе нет я потом я скачаю и загружу когда христос сказал юноши продай имение артемий батюшка я приветствую тебя дорогой у меня слабенький интернет поэтому но не тянет такие вот распределения и фон не тянет ну к сожалению когда христос сказал юноши продай имение и следуй за мной это он про монашество горел нет тогда как такового вот как в нашем сегодняшнем понимании не было монашество как бы не ну были конечно отшельники какие-то вот батюшка артемий вообще как бы большого нас специалисту и ветхом завете может быть даже ответить на это вопрос потом расширена как-нибудь своей трансляции но вообще не конкретно монашество было господь испытывал юношу почему потому что давайте вспомним это евангелие он спрашивает христа что мне нужно сделать юноше я имею ввиду чтобы наследовать царство небесное он говорит что написано в священном писании ну чти отца и матерь твою и начинай перечислять заповеди божии вот на что господь ему говорит правильно говоришь все это сделай и обретешь царство небесное тогда хотев себя оправдать этот юноша говорит но я это все соблю то есть сделал от юности своей то есть тут уже в человеке гордыня начал играть что я это все дело но господь то сердцеведец и он видя его лукавство он ему говорит ну хорошо тогда продай свое имение раздам и раздай нищим и иди вслед за мной как вы правильно напишите почему юноша не делает этого потому что он не может отказаться от земных благ отказаться от того что потому что он он как вельможа дворянин там или чиновник всего очень время у которого в своем подчинении есть люди которые имеют какую-то власть а у нас есть такое замечательное выражение что не крут так агроном и вот какой-то псевдо власти над кем-то он не хотел терять ну в том числе и богатство свое ну мы понимаем что если бомб пошел за господа то тут богатство оно несоизмеримо с тем что у него было потому что вот если вы вспомните даже один раз мать из учеников двое сыновение было и она просит его пусть когда придет то время когда ты во сядешь в царстве своем придешь во царство и пусть они будут рядом с тобою то есть она тоже недопонимала какое царство о каком царстве господь пришел и говорит которое не не столько материально не имманентно то есть вот этому миру а больше вот внешне она в трансцендентально если можно так сказать этому материальному миру и естественно он и говорит не понимаешь о чем ты меня просишь ну видите со временем и апостола естественно увидели вот даже о сегодняшнем иванское чтение вот парадокс да все ученики тут как бы не выделяется же что кто-то не признал не назвал христа сыном божием и от среди этих учеников в том числе и его даже был и он признал в нем сына божия и увидел как он по водам ходил то есть но все видел и тем не менее посмотрите как ухищренно подошел лукавый к сердцу иуды и соблазнил и как бы подтолкнул предать христа почему к сердцу потому что когда на тайной вечере мы читаем и в сердце вошел лукавый его то есть он уже стал делать то что не дай боже никому было сделать вот поэтому тут не о монашестве говорится возвращаясь к вашему вопросу а говорится о том что человек не смог доказать до конца стать верным богу ведь нужно критично сказать что когда человек пытается уйти в монастырь пытается стать монахом сразу человек не становится монахом его там трудником сначала то есть он трудница потом инок потом только как бы ну там еще есть степени как бы иерархические на вот и не сразу он отрицается от всего но прежде чем он дойдет до той цели которую хочет принять монашеского пострига у него будет много испытаний искушений не не факт что он не уйдет с монастыря и принципе такие случаи есть бывать крайне уже монахом стал а не выдержал почему потому что но если иуда рядом с богом был и не выдержал ну что ж говорить и о других но господь подкрепляет если ты хочешь трудись а успех положи на господа мы дорогие пишите вопросы я вижу что их практически нету я открою тогда вопрос который сдавали в течение недели вы сегодня скромничайте пишите пожалуйста свои вопросы простите пожалуйста я уже третью ночь по три часа сплю вот один так сейчас я посмотрю что вы здесь написали так как быть если батюшка раскрыл грех это его грех сугубо становится батюшка не имеет разглашали право разглашать грех только в исключительном моменте если это грозит жизни или душе человека опасным допустим там пришел вася говорит я иду убивать петь и вот в этом единственном исключительном случае он может разгласить но иногда у нас путают разглашение исповеди или какой-то пример ну к примеру на исповеди я услышал ну какой-то там грех я вот говорю допустим на проповеди братья сестры вот бывает жизни так что человек оступается так то есть без имен то есть прям как пример определенный я озвучиваю а человек узнает в этом свою исповедь но я не сказал ни о имени ни как-то не подвел к тому чтобы догадались что это он согрешил а он думает это разглашение исповеди бывает и так сожалению ну надеюсь ответил наш вопрос здрасте батюшка как хорошо что вы с нами спасибо господи все-таки если он разгласил молитесь о нем чтобы ему это очень болезненно не окликнулась потому что господь таких вещей он давал клятву неразлашение исповеди поэтому не дай боже так давайте дальше расскажите притчу можно принципе рассказать он рассказал другому бачки тут предупредил прости господи искушение какая вот слабость и ну вот это еще раз подчеркнуть на то что священник тоже немощен они небожитель прости его господи очень прискорбен честно скажу надеюсь что господь его сильно не накажет вот причем пожалуйста вам причем даст я думаю вы ее многие знаете но на кому-то будет и впервой как справляться с гневом называется одна же однажды сын пришел к отцу уже сын такой достаточно взрослый вид отец дай мне совет я не знаю как справиться мне с гневом на что отец сказал возьми гвозди пойди найди столб у нас на заднем дворе их много и как только прогневался забивай гвозди вот шло время сын все забивал и забивал и вот в один день он заметил что не забил другой день не забил третий день не забил и вот с этой радостью новостью он приходит к своему отцу и говорит папа я три дня не забил ни одного гвоздя ну давай теперь сделаем наоборот если еще у тебя будет день когда ты не забьешь вытаскивай гвозди шло время и вот пришел день когда приходит сын опять вновь к папе и говорит папа я вытащил все гвозди ну давай пойдем посмотрим они идут к этому столбу и он где я рад за тебя что ты исправил со своим гневом убоздал его с помощью божий и вот этого дела не но что ты видишь он будет ну что вижу столб дырявый весь ведь это не просто дырки как ты думаешь это раны на душах людей которых ты обидел поэтому порой когда мы гневаемся осуждаем обличаем кого-то кричим мы раним душу этого человека поэтому должны всегда быть осторожны в своих словах надеюсь вам понравилось причем если понравится можете поставить лайк или сердечко что у нас спасибо господи я рад что вам понравилось так 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 спасибо господи может он предупредил по соображению разумения не из-за того что ему сказали нет я по нему понимаю да но зачем конкретно про меня ситуацию рассказал а знаете вот я сделал один еще акцент опять-таки когда и надо путать если это конкретная исповедь как таинство тут безусловно нельзя бачку конечно оправдать помолиться попытаться конечно оправдать нужно ну я думаю это уже при его совесть пред богом но здесь другой вопрос иногда беседа со священником по необразованности людей тоже воспринимается как исповедь вот в таком случае это не разглашение исповеди как таинство но что он не должен рассказать был бы ваш это лично ваш какой-то момент может быть и в том числе да ладно тут у моего мужа есть забавный батюшка он не так давно жену зарезал священник он человек в первую очередь оправдать можно но только бы только так давайте пишите свои вопросы если таковые есть а я открою которые мне здесь задавали вопросы в течение недели почему батюшки иногда просятся в друзья ну забавный вопрос ну человек допустим тебе импонирует ну почему не добавится в друзья ну не хочет он не примет мне в день не вот хоть и в одноклассника хоть в контакте человек до 30 просится в друзья но я практически почти в сто процентов принимаю иногда бывают какие-то смущения там голые или полуголые или еще что-то непотребное на главной страничке фото но я тогда чтобы и у меня и другие смущения не было я не добавляем вот почему хочу так 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 пишите свои вопросы мои дорогие чтобы я был вам полезным а я пока посмотрю другие которые мне вопросы иногда таки такое пишут как говоришь на голову не натянешь пишите мои родные вопросы так анастасия данила она давайте не будем осуждать все сильные служители мы люди все грешны да это к сожалению редко да немецко некоторые понимают вот вопрос пока вы пишете свои вопросы я прочитаю следующий вопрос здравствуйте батюшка у меня возник такой вопрос нас просят с мужем быть крестным у одного ребенка мы уже муж и жена можно ли ну муж жена я уточнял потом венчаны они или не венчаны они написали что не венчаны но вот если они будут у ребенка у одного крестным то это каноническое препятствие их нельзя венчать почему потому что они становятся духовными родственниками а как бы уже тут венчание не допускается потом она спрашивает а если у близнецов вот тут с близнецами вообще конечно интересная загвоздка с одной стороны это разные дети они у разных детей крестные с одной стороны можно ну я бы наверное не экспериментировал так мой грех тоже громко объявил но не обиделся говорят так меньше поводов к повторению греха добавить да знаете святые отцы иногда такие послушания говорили вообще надо вспомнить первых христианские времена исповедь была громогласна если можно ее так назвать то есть выходили сидел человек посреди храма и громогласно озвучивал свои грехи чтобы и перед богом и перед братьями и сестрами скажем так потом совесть больше обличала если он опять оступится в том или ином грехе так да грехи все одинаково это вы подумали что именно про вас но в том числе бывает так и на воре шапка горит так пока вы созреваете писать вопрос я прочитаю тот который мне задали ты что дьячок больше попок батюшка я так кочи человек который говорит что у христиан бог один бог с мусульманами ретик или нет я бы сказал что человек просто говорит по незнанию почему говорит потому что бог у мусульман и бог у православных он не одинаковый во первых у православных не один бог а единый бог троица святая троица единосущная и нераздельная отец сын и дух святой а у мусульман монотеизм то есть один бог поэтому говорить что одинаковый бог это уже неправильно потому что человек не просто не знает даже основ каких-то начала вот потом как бы был вопрос у человека что некоторые чуть ли не священно начальники сказали что вот он вообще один но я думаю что это уже вырвано было из контекста с не с целью чтобы как-то сделать какой-то не коммунизм и со всеми общаться может быть в том числе в нравственном что если есть над тобой и бог не суть важно какого-то вероисповедания то ты как минимум очень должен жить нравственно потому что ты будешь отвечать перед богом ну а если более точнее важно конечно какой над тобой бог потому что бог есть начало и конец и перед наши и в течение нашей жизни и по успению нашему потому что предстаем пред богом так 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 давайте дальше сегодня вы какие-то сонные вообще вопросов не задаете но тут часто тоже задают вопрос что на бачку головина какие-то нападки начались которые из болгорода но тут опять-таки бачка некоторые вещи скажем так ну противоречивый говорил о которых ему указали на которые ему указали никто его там не гнобит он также служит но каждый человек может оступиться могут и мне что-то сказать и мой священн начальник владыка естественно я должен прислушаться а не мудровать там или бунт поднимать поэтому батюшка многие вещи хорошие говорю но некоторые он в крайности впал так добрый вечер добрый здрасте здрасте от жары распарились вот вы знаете я вообще очень теплолюбивый человек и у нас на кубани здесь до 50 градусов температура была и тяжеловато но служили а сегодня наверное градусов 35 было но мы все в алтаре просто потом обливались вот что-то такое парадоксальное кстати у нас сегодня вчера собор был не вчера у нас князя Владимира по моему если не ошибаюсь память и отцов семиселенских соборов это такие столпники защитники веры так тут еще что написали вечер добрый отец константин привет с Урала благо вам вашему учату Олег спасибо господи Олег рад вас всегда видеть в Питере невыносимо душно не знаю я что-то как-то с Питером не лег у меня на душу ну надеюсь а если поеду по-моему в октябре или в ноябре на сессию надеюсь все ляжет на душу вопрос на дня правильно ли ведет политику на севере прохладно я рад за вас Светочка политику Россия на ваш взгляд майские указы все против населения к чему это может привести навсегда оно приводит к одному к всяком восстании переворотам и тому подобное но когда происходят эти перевороты практически ничего не происходит ничего не меняется просто люди побуянили высказались выкрикались а по большому что-то не изменилось посмотрите на все революции хоть современные хоть несовременные что итоги поменялось ничего не понадобилось чаще всего даже хуже происходит я вспоминаю царское время когда самый обычный крестьянин самый такой чернорабочий имел до 10 рублей своей зарплаты самый ленивый скажем так корова стоила порядком 13 рублей то есть можно корову сегодня корова 1060 стоит представьте какая у него зарплата была я не говорю уже образованных каких-то людях это там учителя или там допустим дворянин еще в тем паче какие у них оклады были если может так выразиться оклады доход доходы вот революцию сделали что получили народ в кавычках объединили так он сильно не разладжены не был технологический какой-то прорыв так на момент империи мы третий в мире по самые мощные были экономические и по всякому поэтому я думаю что тут ничего хорошего не будет но то что не совсем для народа что-то последнее время делается конечно это что-то все больше и больше смущает так ты что что-то у нас мир он чего-то чудит терпение наверное наверное придется да зачем казнили а потом возвели вознесли на иконы царя что добились лишь жизни семью царя жизнь жизнь бог дает забирать он должен и но вообще в этом году мы вспоминаем столетия с момента убиения царской семьи такая круглая дата знаете ведь царь император знал что его это ждет он готов к этому что его будет убивать потому что и как бы пророчество было то что его ждет может быть он имел надежду что все-таки что-то изменится но не бросил не ушел имел эту возможность имея и техническую материальную базу но он понимал что это его венец мученицкий венец к которым он искупит грехи свои личные в первую очередь и также каждый член его семьи свои грехи в том числе и скупит поэтому царская семья для нас стала определенным образцом образцом любви семейной посмотрите какие замечательные письма оставила императрица александра посмотрите какой нравственность к жизнью жили дети такое образцовое сказал бы вы можете мне сказать что-нибудь за отношения до брака николая второго там с этой балериной ну к сожалению было такое но это было до брака а с императрицей александрой они жили уже душа в душу вот а самое главное как человек закончил свою жизнь потому что можно много мудровать пример всегда приходит на ум один это разбойник благоразумный это Мария Египетская которая была блудницей и ушла в пустыню всячески свою душу посвятила богу и много-много других поэтому я думаю что важно как человек конечно жил но еще больше важно как он почил так мир вам телефон доверия какой-то у нас сейчас я просто читаю как думаете почему труп Ленин до сих пор не погребли но я думаю скоро погребут у нас все в стране сокращает всех сокращает я имею ввиду с работ оптимизация такая современное слово я вообще честно говоря не люблю политику разговаривать она вообще не полезна для души но издеваться над каким бы он человеком не был бог ему судья но издеваться над телом человека надо уже его похоронить в свое время это был коммунизм это был идеал это идол был правильно так сказать сегодня уже все это отходит дальше и дальше поэтому я думаю не сегодня а завтра его уже захоронят вот как настоящий президент будет искупать пред народом грехи страна не в лучшем состоянии сейчас сокращение людей ведется ну да я об этом только сказал так ведь это имеет ритуальный сатанинский характер да в том числе как искуплять будет честно говоря я могу допустить что не все от него зависит что он принимает уже некоторые вещи как факт почему я так говорю потому что я очень много общаюсь с администрацией где служу я вижу что некоторые вещи и им не хотелось бы делать но если он этого не сделает его просто уберут с главы там поселение района не суть важно его уберут придет другой он все равно это примет вы можете сказать ну хотя бы его уволят так его чистая совесть будет а я немножко по другому на это смотрю с одной стороны вы правы но с другой стороны если он останется на своем месте при хорошем взаимодействии с там ну суть важна там церковью там спортом он может гораздо больше пользы принести если он просто один раз скажет что я гордый и честный и не принимаю с одной стороны конечно он берет ответственность за народ который за его спиной но тем не менее бывают разные ситуации когда человек просто заложник этой ситуации пока пока удачи спокойной ночи спать спасибо господи ангелохранителя вам олег коснул ну что мои родные если есть вопросы пишите я сейчас еще может быть поищу тут у меня были еще вопросы которые задавали так если есть задавайте если нет я сейчас быстренько найду так здравствуйте отец Константин такой вопрос при крещении двойник каждому нужен крестно и крестно или одному можно двоих крестить сразу каждому нужен почему потому что эти дети как минимум могут разъехаться ну как пример да к сожалению муж и жена развелись и каждый взял себе по ребенку и такой я сталкивался с таким случаем и вот пожалуйста они в раздельности и крестные крестные как бы кто ближе тот и выполняет свои прямые обязанности поэтому у этих детей у близнецов должны быть крестные родители разные так так как написать вопрос а вот здесь в комментариях напишите и отправьте так ну фактически рез зер куф а россия а 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 Продолжение следует...